добрый день дорогие друзья с вами магия исцеления и марийка я травница целитель ведомые своего рода подписы подписаться на наш канал можно нажав на колокольчик тогда вы будете получать следующее уведомление наших видео я сегодня в этом видео расскажу коротко как я делаю и смешиваю перемолотые травы в этом случае я сделаю это для мамы сбора также я принимаю и сама некоторые травы принимаем в виде отвара сухие травы я считаю перемолотые безотходное производство они очень быстро расщепляются запивая водой и как бы не выкидывается ничего да вот я начну с корня парея это все перемолотые травы которые очень удобно использовать в нашем современном мире скажем так как мы живем 5 ложек я положу корень парея особенно для женщин он очень хорошо действует на всю костную структуру на обмен веществ и всякие кисты и на всякие или профилактика тех или иных заболеваний и так далее плоды расторопшие плоды расторопшие участвуют в обмене веществ расщепления жиров построение аминокислот в печени вообще расторопшие она питает и лечит печень конечно когда печень чистая это основной фильтр нашего тела тогда многие заболевания как бы они сами по себе проходят со временем перемолотая крапива крапива лист крапивы я тоже добавлю только две ложки сухие травы они всегда концентрирование потому что когда высыхают травы из них уходит так или иначе лишняя жидкость весь концентрат микро и макроэлементов он остается в травах вот ложку пола блин корень солодки корень солодки очень полезен для дыхательной системы а также для лимфатической системы нашего организма включительно костную систему до такой достаточно корень солодки потом корень радиолы розовый это называет его красный корень в основном действий на всю гормональную систему красная щетка его называют овес зеленый овес зеленый очень хорошо питает печень питает кишечник участвует во многих процессах обмена веществ чистит кровь и выводит лишнюю жидкость является мочегонным также собственно говоря как и крапива календула календула в организме находит те или иные воспалительные процессы о которых мы даже не знаем и соответственно раз за разом действует благоприятно на целый организм залечивая мелкие ранки укрепляя стенки сосудов я добавлю колени корень валерья на валерья на 10 на фитативную систему вегетативную и она будет постепенно успокаивает раз за разом и сердечные нарушения и проблемы с желудком на нервной почве также нервный кишечник жируха жируха это ряска которую кушают утки жируха вообще действует на обмен веществ она укрепляет организм повышает сопротивляемость тем или иным заболеванием основном на пищеварительную систему действует полы полы не как вы знаете антипаразитарная антигрибковая противораковая противоопухолевая 2 столовые ложки хватит 9 сил 9 сил корень дает 9 сил 9 сил дает а вообще 9 сил он воздействует именно на кишечник раз за разом раз за разом восстанавливает микрофлору и так далее боярышник боярышник притертые в этом случае ягоды они тоже воздействуют на вегетативную нервную систему плюс на кровотворные органы а это в целом наши вены это наше сердце капилляры артерии и так далее восстанавливают эластичность рассасывают мелкие тромбозы укрепляет стенки сосудов семена узкого подорожника семена узкого подорожника воздействует именно на пищеварительный тракт и залечивают слезистую оболочку кишечника и желудка плюс они активно участвуют в восстановлении паренхима то есть тканей в легких и в бронхах выводит ненужную слизь и разжижая ее раз за разом душица душица тоже как вспомогательная душица лечит во-первых душу а во-вторых душа у нас начинается где в кишечнике потому что новую информацию когда люди не могут переварить у них либо начинаются запоры либо начинаются диарии так вот душица она влияет на кишечник и через вегетативу раз за разом укрепляя его и перегородки грецкого ореха в целом воздействует на весь организм иммунную систему а также как мы знаем уже многие наверное щитовидная железа потому что щитовидная железа она отвечает за многие эндокринные железы которые находятся у нас пищеварительном тракте каждый орган пищеварения скорее всего кроме кишечника выделяют гормоны даже сердце выделяют корни вот а у нас находится душной полости что у нас и селезенка и даже тут же аппендициты это железа тоже находится у нас желудочная железа селезенка надпочечники яичники простота вот сейчас я его хорошо перемешаю и вот это вот возьму маме это хватит на много времени вообще понимаю я порошок из трав тоже он не она мать намечен для меня я мешала специально другие травы добавила есть противораковые телы есть профилактика рака есть для укрепления сосудов для восстановления иммунного иммунной системы то что я очень много пишу принимаю людей через меня выходили иные ритуалы заговоры и так далее с некоторыми я делюсь с некоторыми они не для всех ну и в целом все что я делаю это очень энергозатратно вот перемешивать такой сбор нужно в течение хорошо 10 минут я забыла добавить я забыла добавить корни лопуха сейчас вот вспоминаю подмаринник трава подмаринник цепки я про него очень много говорила мне нравится воздействует на лимфатическую систему то есть он чистит лимфатическую систему заводит ее активно гонит по телу корни лопуха где-то стоит но я его не вижу я его найду и конечно добавлю смеси я его забыла с собой взять но это сейчас не важно я просто показываю сам процесс и как это все делается если кому-то интересно такие травы просто нужно взять чайную ложечку и вот чайную ложку принимать после или во время еды запивая водой вот я это делаю собственно говоря после еды потому что здесь и полынь и подмаринник чтобы на желудку было лучше после еды это хорошо и чайную ложку таких трав по состоянию здоровья значит виде профилактики 1 чайная ложка в день это вполне достаточно микро и макроэлементов витаминов и так далее если при каких-то заболеваниях тех или иных конечно смешиваются травы по заболеванию тогда принимается уже конечно больше дозировка берется вот мы как я уже сказала действует сразу примерно вот с таких трав можно делать компрессы на колени на локти на суставы которые болеют просто добавить 70 градусов воды 70 градусов горячей воды замешать такую некую тесто лепешку да и прикладывать к суставам ну вот все в принципе вот такой сбор получился его даже сейчас попробуем на вкус очень насыщенный я очень люблю чувствовать вкус трав или даже можно прожевывать и слюна подивая выделяется когда травы начинает уже действовать через слюны и железы слюны и железы выделяют ферменты которые уже расщепляют подготавливают пищу для желудка скажем так для следующего процесса очень вкусный не горький сладковатый и вообще очень приятный я с травами очень давно уже занимаюсь и мне примерно вы знаете я уже настолько привыкла что может быть кто-то другой попробует и заморщится но для меня это для меня это просто сакральная первое первое источник здоровья что нам дал творец природа но остальное как бы видите я все дела своими руками я знаю что там состоит и все собирала сама лично на так вот чтобы покупать я уже обжигалась потому что примешивают домешивают добавляют мел сена какие-то вот такие составляющие мы покупаем за деньги мусор вот и все поэтому я тоже перешла вот на такое а я с вами прощаюсь желаю вам всего хорошего оставайтесь здоровыми и счастливыми работайте над собой пока пока